Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Сначала пришла вообще идея, как бы давайте робот поставим, давайте робот поставим, начали прорабатывать их задания, подготовили, все, понимаем, что робот-то без трубореза не может, там робот 17 миллионов стоит, а надо еще и к нему труборез, который 10 миллионов стоит. Мы проработали лизинги, соответственно взяли две единицы в лизинг, это вот труборез, потом поняли, что еще нужно свои возможности расширять, приобрели плазму, еще одну большую. Мы встретились с одним нашим партнером, и он нам говорит, вот вы сейчас в лизинг берете оборудование, там у вас дорогостоящие оборудования, первоначальные взносы, там по 3-4 миллиона у вас там такие суммы, вы можете в Минэкономразвитие обратиться и сделать возврат этих первоначальных взносов. Получили опыт и получили поддержку. Пришла вторая, вторая, скажем так, волна, еще оборудование купили, еще пошли, и уже на старом опыте мы легко эти документы подготовили, подали и снова получили. Намного проще, намного легче. На самом деле уже в этом году уже господдержки пошли, идут внедрения и в Чувашии, тоже бережливо производство, но что мы сделали, значит, создали условия труда для людей, все по пункту, создали чистые условия, чтобы комфортно было находиться, среду чистую создали, чтобы она на здоровье влияла. Соответственно, создали порядок, все по своим местам разложили. Нелогично что-то лежало, да, но лежало на своем месте. И вот когда вот это легло на свои места, и мы начали выстраивать логичность, то есть перемещать то, что куда нужно. У нас раньше был участок переработки труб, расположен в том месте, то есть это нужно было заготовку разрезать, обработать, потом ее перевести в другой край, в другого цеха, то есть нам пришла идея переместить полностью весь участок вот в этот цех. То есть что мы получили? Мы получили оптимальную разгрузку, короткий отрезок для разгрузки, вся труба очень хорошо расположилась. И дальше мы переместили токарную группу в конец цеха. То есть получилось так, что производство нашей трубы, которую мы делаем свыше 530 диаметра в том пролете, в этом пролете до 530 труба привозная, которую мы перерабатываем, эти два процесса встречаются уже на сборке. Мы как выделяем такое понятие, допустим, если люди растут, то и, соответственно, и предприятие растет. Люди не растут, предприятие не растет. То есть потому что все-таки неотъемлемая часть любого предприятия – это люди, это человеческий фактор. Но если на оборудовании стоит, что так, что так, а вот кто его обслуживает и эксплуатирует, это очень важно. Кто задает темп, это тоже важно. В прошлом году и в этом году заявлялись на конкурс главы, но в этом году выиграли. И в плане социальности, а что повлияло? Допустим, у нас в Цивильске мы снимаем спортзал. 7 тысяч рублей стоит спортзал. Два раза в неделю могут посещать бассейн, баскетбол, волейбол. У нас пришел к нам молодой сотрудник, он физрук в прошлом. Он пришел, сидит и сразу говорит, мы хотим создать свою команду футбольную. Я говорю, не вопрос. Только это не должна быть просто там, там вот как бы тренд, мы там что-то создали, побегали. Это должна уже все, то есть это сформироваться команда, это должна быть форма, это должна быть тренировка, то есть это должна быть определенная культура. То, что вокруг производства находится, это все обслуживающие органы. Не основные органы, а именно обслуживающие. То есть вся администрация, она способствует тому, чтобы производство развивалось и поднималось. То есть рейтинг поднимаем, чтобы люди-то хотели идти. Самое главное, идеология тоже. А куда мы идем, что мы делаем, зачем мы делаем. Это тоже важно людям, чтобы они понимали, что небольшое дело делают. На самом деле очень серьезные проблемы взять вот в тех же тепловых сетях. Допустим, произошла авария теплопровода. Раз остался район без тепла, к примеру. Но что-то же повлекло на это. То есть, наверное, некачественный какой-то продукт где-то был применен. Я не говорю, что кто-то его плохо взял, а тот же, может, строитель взял какой-то дешевый продукт, купил. Его туда вварил в этот трубопровод. Через какие-то 2-3 года он дал течь. Мы пошли не просто, как просто бизнес. Сделали, продали, деньги заработали, потратили и все. А что там дальше будет, неважно. То есть мы сюда душу вложили. То есть если мы делаем продукт, а это относится даже к ОТК больше. Я говорю, ребят, вот вы, когда вы пропускаете какую-то деталь некачественную в нашем продукте, вы поймите, что за этим может повлечь, какое следствие будет, что произойдет. А если этот дефект, ну черт с ним, вернут нам, ну попадем мы на эти штрафные санкции, ну репутация наша рухнет. Почему кто-то должен из-за нашей деятельности потом страдать? Миссия наша – нести тепло в дома людей. То есть через наш продукт проходит тепло. И еще мы дальше выделяем слоган «Гарант тепла в вашем доме». То есть мы гарантируем, что это тепло дойдет и будет доходить. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok